Всем привет, друзья, ребята, с вами Юран, и мы продолжаем прохождение Front Mission 3 на первой PlayStation. Прошлая катка у нас с вами была против группы наёмников, я забыл, как называется это подразделение, короче, элитное. Мы всё, в итоге, с вами всех их просто раскидали, размотали, и они все убежали. Значит, что у нас с вами сейчас будет? Во-первых, хочу вам сказать сразу, что у меня на заднем фоне, возможно, будут стрекотать кузнечики, где-то там, по краям, по бокам. А ещё кто-то решил как-то не вовремя подстричь газоны. А, ещё в прошлой серии, короче, убили отца... Так, ты в безопасности. Деннис, к счастью, мы подоспели вовремя. Вы спасли нас. Кто она? Дочь Гуань Лея. А что с её отцом? Он убит. Почему, говорит Жань Фон, это вот отец, который был. Почему ты так спокоен? Это твоя вина. Прости. Мой отец не вернётся, даже если ты извинишься. Хватит. Ничто уже не вернёт его. Ты не поймёшь. У тебя по-прежнему есть воспоминания о нём. Он умер, всё кончено. Ты должна двигаться дальше. Ты ничего не понимаешь. На самом деле, она правда никогда не понимает. Я даже собственных родителей не помню. Я была одна всю свою жизнь. Ты должна быть благодарна за всё время, которое была с ним. Папа, папа. Прости, Жань Фон. Мистер Ли, что же мне делать? Ты была всем для него. Он бы хотел, чтобы ты была счастлива. Вот. Папа дал мне его на мой день рождения. Это моё ожерелье. Он сказал мне показать его тебе. Это микрочип? Я хочу, чтобы ты взял его. Ты не против? А он, по-моему, специально выбрал именно время. А вот это специально. Да. Как я понимаю. Папа был бы счастлив. Хорошо. Ли, что ты собираешься делать с Жань Фон? Возьму её с собой в штаб-квартиру. Гуань Ли просил меня защитить тебя. Спасибо тебе. Да, ребята. Порой, когда бывает, читаешь какие-то вот эти вот диалоги, вникаешь в сюжет, становится очень тяжело и больно от такого. Ох. На самом деле и правда жёстко, потому что ребёнка потеряется в таком юном возрасте. Это не просто юный возраст, а детский возраст, по сути. Всё. Человек прям видит, как там стреляют, убивают родителей. Это вообще хардкор какой-то лютый. Такое в жизни, друзья мои, и вправду случается. И это ужасно, я вам скажу. Аморально и кошмарно. Не бойся, я здесь, чтобы защитить тебя. Хорошо. Может, она боится тебя. Почему? Юнь, что? Ты можешь взглянуть на это? Ах да, микрочип. Мой друг рисковал ради него жизнью. Дайте мне немного времени. Ладно, постарайся сделать это побыстрее. Чё там сделать побыстрее-то надо? И тебя это устраивает? Здесь она в безопасности. Я думаю, что это отличная идея. Я позабочусь о ней, говорит Лин. Лин? Я хотел бы воспитать её. Иранка, кто она, говорит? Ли, это Лин. Она потеряла брата на задании. Я могу тебе доверять? Я буду заботиться о ней, я обещаю. Жаньфон, а что ты хочешь? Я Жаньфон. Какое красивое имя. Ты можешь считать меня сестрой. Спасибо. Мы постепенно подружимся, хорошо? Заботься о ней. Конечно. Поговорить ни с кем нельзя, не надо. Где меня? Возможно, кстати говоря, чёрное вы сейчас будете куски видеть опять. Как оно мне надоело. Надо будет его потом сдвинуть, скомкать. Так, деловой центр. Сдвинуть, скомкать. Гнать, стирать. Магазин Гуанчжоу. Давай глянем. Нам это нужно. Именно глянуть запчасти, а именно прежде всего это оружие. Оружие, оружие. Так, нет. Круче, чем наш с вами данный. Супермет крутой. Не, чунду только лишь. Нету, ребят, ничего не добавили. Так что ладно. Давай посмотрим модификацию. Короче, нет ничего. Я так и думал. Всё как всегда. Впрочем, ничего нового. Так, штаб-квартира повстанцев Халлянь. Деловой центр. Странно, что Юнь не здесь. Она не покидает свои комнаты. Сказала, что эта работа достойна её таланта. В чём дело, Эмма? Я больше не могу. В последнее время ты заметно нервничай. Что случилось? Да, ты сама на себя не похожа. У меня мурашки по телу, когда я думаю о том, что Белл удерживает Ализу. Я знаю, у меня тоже. Ты не знаешь то, что способен Белл. Эмма. Извини. Теперь со мной всё в порядке. Эмма. Эх ты, Эмма, Эмма, Эмушка. Что ж моя родимушка? Что ж ты всё нервничаешь? Успокойся! Так, штаб-квартира повстанцев. Хуалянь. Погнали обратно. Ёнь, как дела? Я делаю всё возможное. О, ну конечно. Эй, потише! Ха-ха! Что это за чип? Ты хочешь знать? Да, объясни. Ох, вы такие нетерпеливые. Он содержит данные о... Тянь-Лей. Мобильной крепости ДХЧ. Что? Это отличные новости. Доволен теперь? Чем? Я не врубаюсь. Теперь мы знаем опорный пункт врага. Они раздают приказы из этой мобильной крепости. А-а-а-а-а! Хруст французской булки. Спасибо, Гуанлин. Остальное я объясню в комнате командования. Нормально так. Видишь, какая бобещенция, подруженция, как она у нас тут всё взламывает, хакает. Надо, чтобы не Харкова. Самое главное. отличная работа да действительно теперь мы знаем опорную базу врага и текущий курс не удивительно что сила вокруг ухани расцвелоточной крепость была перемещена все мы захватим крепость до шанхая будет рукой подать мы сможем вторгнуться в шанхай есть еще одна загвоздка устройство тянь лэй да все что мы знаем наверняка тянь лэй существует это наша цель мы должны узнать их возможности прежде чем что-то предпринимать согласно как же нам получить больше информации есть способ какой на микрочипе содержится список инженеров тянь лэй значит мы можем найти одного из этих инженеров верно ты можешь показать нам список конечно дополнительную плату эй я пошутила сейчас загружу шутница на все за шутишь слышишь так все такое есть два заголовка первый список инженера второй план крепости если у нас будет план то дело в шляпе посмотрим можешь выбрать этот вот код файла чё здесь такое план карта запрашивает пароль мне попробовать да пожалуйста код брикер а версия 103 перехват неизвест неизвестно что там еще короче чок крик соды что-то там отбивает не получается взломать на выбор список инженера прикинь не работает твоя программка хакерская инженеры пароль раздела в 12f безумец нет доступа я нет нет говорит вперед вперед как дела хорошая догадка поиск 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 бах хорош давай пожаловать их так много значит эти пометки устранен вероятно таким образом они препятствуют участке информации то есть они были убиты довольно типично выбрасывать людей как мусор подумать только до большинство из них мертвые но это мерзко спокойней есть выжившие погоди контрол со собакой н какой-то имя вива джунь селян он единственный выживший можно посмотреть его личное дело ага ты прикинь единственный выживший помощник главного инженера не так уж плохо в адресе указан только гуян в очках я так устала теперь мы знаем что выживший инженер живет гуяне спасибо юнь думаю вы обязаны сводить меня в ресторан конечно я угощаю ура а тут письмо донесу спасибо что там иран к японии произошел военный переворот что вот уж не думал что нечто подобное может случиться в японии что вы собираетесь делать это нас не касается чего я должен спасти алису да я сомневаюсь что это всерьез за дело погнали ребята главный инженер чем-то похож немножечко на билла гейтса но я сомневаюсь что это он он же нас глава макрос откуда уж у ребят тут наверно километров тысячу да прикинь нас даже никто не прервал по пути что-то с чем-то довольно редкое явление скажем что канал такие расстояния большие перемещаются что нас никто по дороге не встречает с какими-то ласковыми приветами но походу что мы всех просто разнесли сами потому что мы красавчики вот и все поэтому же даже некому нам противостоять ну и где он живет где-то в этом городе это точно так мы упустим важную информацию так дело не пойдет давайте попробуем узнать что-нибудь тут хорошая идея хорошая идея слушай таки да таки да итак что у нас здесь сами о какие-то кто это гуся лежат зеленый суп какой-то ядовито интересно любитель пива здесь так спокойно и смотря на хаос гунжао я слышал сыновец представитель все еще жив правда что он присоединился к повстанцам хуалянь сердитая девушка людям нравится воевать верно я знаю наше правительство ужасно но зачем нам гражданская война в конечном счете пострадают безоружные мирные жители неужели никто этого не понимает бармен эй могу я кое чем спросить о зови меня рэнди красавчик батюшки мои это что за кошмар то посмотри лысая баба лысая баба ладно я лысый но я журать не баба как насколько я знаю себя сколько годы лысая женщина лысый из миссион фронт 3 из фронт песен 3 хорошо рэнди не замечал ничего странного последнее время странного все что угодно о взгляните вон туда они пришли чтобы убить меня говорят пьяницы я знаю знаю и теперь где-нибудь еще просто еще один пьяница что с ним такое он все время так себя ведет это вредит бизнесу он говорит что-то говорит что о том что его хотят убить так это вот он и этот и есть который в очках это он тут нам нужен инженер он всегда об этом говорит то его военные ловят то еще кто-то военные он сидит и пьет до самого закрытия никогда не платит он меня уже без как его зовут дэнни что-то вроде того я поговорю с ним зря потратишь время дэнни эй дэнни что ты тоже хочешь меня убить нет я просто хочу поговорить тогда купи мне выпить рэнди рэнди на леди ему брэнди рэнди на лему бы даже как-то в рифм пошло ему пожалуйста ладно спасибо что ты хочешь узнать ты знаком с инженером по ты знаком с инженером по имени джун селян что он разработал тянь лэй для военных меня зовут дэнни не знаю никаких инженеров военных я думаю ты знаешь джун селяна да что ты ко мне пристал я должен знать о тянь лэй пожалуйста ты твои друзья из армии мы наемники работы на повстанцев хуалянь повстанцы хуалянь вы что собираетесь сражаться с тем монстром да мы хотим захватить тянь лэй мы должны устранить тянь лэй прежде чем двигаться на шанхай думаешь это возможно мы предпочли бы обойтись без этого это единственный путь шанхай хорошо так вы действительно хотите разрушить анлэй эту крепость верно джунь вижу же поменялся я джунь селян поверьте мне как одному из создателей тянь лэй это крепкий орешек я знаю потому то мы здесь следуйте за мной бармен вот твои деньги глазам своим не верю он так внезапно изменился да конечно к рукава деньги появляются сразу менять начинает другую сторону дом джуня крепость неизвима к нападению извне значит мы должны атаковать изнутри да вы должны знать все детали внутреннего устройства а ты знаешь ты же был помощником главного инженера откуда вы узнали мы проверили понятно к сожалению охрана там было очень надежно и естественно человек знают о энергетическом реакторе тянь лэй и они уже мертвые ага старик и остальные старик главный инженер он был добрый со мной он все ждал когда же мы с мэйлин поженимся мэйлин его дочь до тянь лэй был почти завершён старик спешил спешил он сказал что его убьют после завершения тянь лэй я не хотел бросать его но настоял чтобы кто-то сообщил обо всем миру а ты вместо этого напивался до отупения я боялся даже не виделся с мэйлин но если вы всерьез хотите уничтожить тянь лэй я помогу вам пусть и станет моей местью им но мы все еще не знаем устройство тянь лэй старик он передал код доступа мэйлин серьезно она знает пароль я знаю пароль я вижу ориентир зачем он сообщил и такие сведения опасные дело в том что он не сказал ей напрямую то есть мэйлин не знает что у нее есть пароль верно где сейчас мэйлин она живет в кумине джун ты сможешь отвезти нас к мэйлин хорошо дайте мне время собраться мы вернемся позже ох 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 да уж эти свадьбы женить бы чё сказать что сказать куда нам нужно только сюда наверное все бар зайти выйти и все и сразу же сейчас но сами все поменяется как всегда так а неважно пока мне хватит навыков не все плевать с этими на вниз нет смысла разговаривать может здесь уже были все то же самое что что и было ничего не поменялось а так дом джуня 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 такое прям слово даже джуня так ласково прям мило его зовут в очках то наш браток вы готовы да капитан когда мы отправляемся так точно капитан ну кто проживает на дне ванзирана я-то-то-то ладно не получилось а пачки походу нас вычислили ребятки стоило догадываться неужели довольно давно никто на так дорогу не перекрывал впрочем то ничего нового все по-старому ну а кто на танке ты ей не нам танк не нужен что это там чем дело джунь взгляни туда опа здорово это же те наемники улун что они делают да ну хорош эй это не метановый ванзир джунь держись позади хорошо так и сделаю опа хатаре ты решил нам помешать опрометчиво бабка говорит а что насчет вас вы пытаетесь влезть в мой бизнес эмилир эмилированный короче мужик ты только взгляни и хатаре ты называешь это ванзиром ты глумишься над моим метановым ванзиром я нет он говорит сам за себя вижу вам не дано осознать величие этого ванзира просто люди на такие жалкие существа он не с хуалянь вместо них на нашу голову свалился этот псих кого это волнует давайте убьем его его жить ничего не стоит как грубо меня приняли за обычного бандюгу да кто они такие а кто ты такой чтобы обзывать нас простолюдинами я единственный и неповторимый в от линии будущей глава корпорации барилар линии барилар сейчас поход след начнет прикинь корпорация барилар полагают и слышал о ней нет никогда не слышал просто люди на такие неосведомленные хатаре ты в пустую трачу время давай уже скорее убьем его уймитесь вы двое разве рудольф не говорил вам сохранять хладнокровие эй пока мы справляемся с нашей работой все остальное ерунда хатаре завязываясь с лекциями или я сам зато тебе рот безнадежен вы хотите нанять меня ты увидишь на что способен моментановый ванзер я тебя предупредил смотрите делают эй что ему сейчас задницу надерут а постойте разве это не ваш знакомый вы ему не поможете сомневаюсь что наше вмешательство пойдет на пользу но у нас была не самая приятная встреча на суловесе а вы слышали когда-нибудь о милосердии ты слишком слаб для такого наглеца каким вы являешься горь грек без шуток ну давай заставь меня потом попотеть вы так ничего и не предпримите ладно давай спасем его хорошо но от него одни проблемы хватит вы просто подонки нашли с кем справиться ох это вы я приказываю вам помочь мне что что-то меня совсем не тянет спасать этого парня эй это же тех кто помешал нам ваша не смотри 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 смотрится грек будь осторожен а в этот раз я их недооценил а теперь победа будет за нами и головы станут прекрасным подарком для рыбаки они мои это короче уселся а я не могу пытался убежать короче в накрыли со спины я не могу такие вы просто все шутники ребята вообще убираюсь вас погнали так антипая правильном выбрали мне тут кажется что антипой здесь не будет так этого сюда это сюда поехали так это кто у нас такой а вы чё здесь делаете вас же не было эй так короче чит как-то на изи слишком подозрительно все это выглядит погнали вперед так здесь это люто большое расстояние обойте не надо здесь все это проходить просто не пойти меня не хочу атаковать на них тратить свои боеприпасы меня здесь поважнее просто будут кое-кто так чуды встанем 0 то хотя бы в этого давай может все таки попадем нам повезет он попал ну да мы как всегда ничего нового братан ты бы от него лучше бы убегал они счастья размажут просто вот и все без ног остался вот и все братан лолнце с по своим женщин зацепит прости папа я снова потерпел неудачу надо к ним туда сразу гнать ребят опять да ну хорош вы ничего ли не попутали нет на минутку так вы серьезно по стокам не хп поснимали вообще да ребята это было неждан это был реально неждан на хорош достал ты уже так окей ладно хорошо не хотите по-хорошему будет так и надо ну-ка на больно но терпимо так нам надо короче этого выносить вот этого вот челика хорош у нас тоже с ракетницы поэтому надо как можно скорее лучше вынести ну-ка на минус ноги мимо косой так пойдем ка мы сюда пойдем не попадем 61 процент хотя слушать один процент вроде нормально хорош по ногам прямому ты достал они реально какие-то бесстрашные просто по своим стреляют не надоело ли вам а еще все стерпим не достают видишь я думаю не попадет да я недооценивал их мощь 45 процентов все равно почему попадает меньше 50 процентов вероятность попадения все равно попадает напрасно мимо короче надо вот этого выносить ребята прям в упор их немного становиться он же не какой-то будет не какой-то суицидник будет сам по себе стрелять так нам вот этого надо выносить давай-ка по нему запустим ракетку хорош еще раз по корпусу там еще одна прилетит третья уже то все мы он пом нокаутируем просто минус один ну хотя бы так проклятие я собирался побить рекорд у рудольфа в этот раз да не повезло не фартануло что-то как-то у тебя браток ни одного так и не вынес давайте припутать штукенции чё-то как-то вообще на лоу ребят он сейчас опять будет по нас стрелять смотри и вот увидишь я сказал нельзя нам короче толпой вместе находиться какая досада то было больно сейчас меня запустят смотри по-моему вообще не попал ничего не отбавилось даже неприятно но как говорится неприятность эту мы перейдем ладно хорошо я стерплю так надо подходить поближе на так надо короче поэтому стрелять всем остальным надо от нее отбегать просто вроде как в ту руку по моему попали да да неужели никуда встать нельзя больше читаки давай отъезжай вот так вот сейчас мы его на ну это жестко ребят какие то они вообще просто а ну я так и думал да отойдет просто и будет все равно слишком близкого расстояния будет но это читерство ребят такого близкого расстояния отстреляет ну бред же вот и все отстрелялась баба надо было сразу лучше к ним подъезжать начале боя если все короче я просто переиграю и все не проблема ты прикалываешься что ли нет да чё-то ничему я уже не удивляюсь своей в этой жизни на самом-то деле ребятам скажу лол вообще ничего не осталось прикинь все разнесли значит братан будем по тебе стрелять тебе будет очень больно я тебе гарантирую а ну хотя бы так ладно уж хоть в упор ты попал какой молодец а да может похлопаю тебе и все да отвалите вы уже как же достали то в конце концов ну-ка ну-ка сейчас мы начну надо сделать нам совы надо отъехать вот так чтобы они нас не разнесли хорош отдыхай они хорошие за слончиком сейчас мы просто закроемся от него и все а как ты хотел по другому никак тоже за слончиком мимо мимо я думаю не попадет 13 процентов это вообще очень низкий процент ничего удивительного ну а значит мы будем вот так по тебе гасить братан так этому слишком близко подъезжать не надо я думаю вот отсюда давай 68 процентов ну-ка да ты прикалываешься что ли как ты достал ты меня аферюга реальная аферюга понимаешь пока что живем да это был последнее видимо как вы достали а какое то говно меня запускать вроде живой прикинь да прикинь реально живой а как будто даже не попали просто ну-ка за слончиком давай его оп хорош отбил сейчас просто проедемся под хорош минус один оставайся в живых пока я не убил тебя лол зл злюка а чем сейчас сделаем с тобою вот этому короче будем гасить из него просто попадением в упор навык 2 делает добавляю ты серьезно давай хотя бы сейчас не промахнись иностранец чужестранец а они по моему порта никак не могут выстрелить по другому это было больно надоели просто достали вот серьезно ребят как они мне надоели вы бы знали а теперь я хорош нормально понравилось а че а у него ничего нету все ну рассчитай не жилец да так все хорошо начиналось ничего уже не сделаем чисто как наш этого его сюда послать поставить сейчас просто поближе подойду вот этому вот но ребят у нас в принципе есть шанс как победить понимаешь вот этого если вынесем к тому поедем того вынесем а все вещь ничего уже не могут сделать ну и правильно не надо плохая идея а теперь я вот и все минус дострелялся чурка узкоглазый ладно давай гаси его до конца уже добивай все равно еще и живет выживает просто держится стреляй стреляй сейчас значит сделаем сюда вот просто его поставим а можно как сделать вот сюда вот поставить в угол пускай к нему идут а вот это мы прямо сейчас будем в упор накрывать да ты серьезно мимо в упор у меня будет еще очень долго я думаю бомбить просто с этой игры ребят я не хочу даже уже второй сюжет просто перепроходить потом честно видя вот такое лол вообще просто на себя их короче отвлекает смотри попасть не могут я не могу такой угар короче от них просто будем кататься вот так вот и все а вот это сейчас мы будем накрывать да ты прикалываешься что второй это раз уже даже просто мимо не можешь хотя бы по гусенице попасть ой ребята а реально какие-то тюлени придумывают такие игры неужели накрыли ты можешь хотя бы раз попасть что это за собака 84 процента у тебя вероятность попадания и ты не можешь попасть серьезно да неужели 84 вероятности попадания и он не попадает 84 что это за бред теперь я ну как всегда ничего удивительного да ребят это просто какой-то хардкор нормально да неужели короче надо к тому в упор подъезжать теперь будет сейчас разгоняться и к тому в упор прям подъезжать видишь он уже к нам подоспевает вообще это плохая идея ко мне в упор так подходить и стрелять братан я не особо этого люблю сам испытывает про свою судьбу так подойдем к мы к тебе в гости у него этого больше вероятно шанс попадания поэтому я в него буду целиться нормально хорош ты достал только мимо ты попал а точнее не попал я тоже в ответочку тебе буду братан кидать давай договорились ты меня я в тебя все будет по честному контратакой ну что вот мы с тобой встретились браток поживи пока что ща мы будем с тобой ты хочешь постреляться будем стреляться тогда мимо и с этим будем стреляться а с этим я буду на борт не отбиваться нормально не попал я сюда просто ну так сбоку с нее и все давай нормально сейчас мы до конца забьем все равно он далеко не уедет у него максимум передвижение по-моему одна две сколько у него там этих границ квадратов ну-ка нормально братан отдыхай сами испытывайте свою судьбу я вам предлагал сдаваться но вы не хотите сами будете виноваты пожалеете об этом ребята еще ну-ка нормально слишком много у них почему-то этих гранат просто вообще а теперь я почти почему его правда взрывная волна не отнесло вот этот вопрос давай стреляй да молодец что что сказать ну-ка браток последний тебе остался выстрел давай в ответочку на отдыхай класс д две звезды он сам виноват ребят я просто защищался я их вообще не хотел трогать я им предлагал говорить сдавайтесь а они ни в какую ну вот сами и получили кто боролись на то и напоролись по-моему минимальная радиус атаки это две по-моему две-три клетки насколько я помню поэтому поэтому он и не может так близко атаковать сейчас он все равно отведает силушки богатырской не переживайте ну-ка он по-моему реально мне так кажется просто этот вот наш царушник или как его там звать просто реально издевается над нами просто чисто прикалывается у меня пердак горел только лишь под конец игры начинает нормально прицельно попадать и до этого никогда не может прицельно попасть контужен я так до сих пор не помню что дает контузия вообще какой у нее отрицательный эффект но в любом случае минус так что ребятушки не забудьте подписаться на канал поставить лайк перескать друзьям огромное спасибо за внимание мы с вами скоро увидимся 650 толстой медали и всего лишь бронза досадно но как смогли и как сумели а что ж поделаешь это саундтрек кстати всего лишь второй раз у нас с вами игра играет за всю игру здесь эй ты как в этом не было необходимости чем ты недоволен мы уже спасли тебя я же говорил от него одни проблемы дедуля прошу прощения больше чем беспокойной семейкой нет он приехал сюда продавать хозяйственную технику бабуля да мы просто любим земледелие но мы с ней слишком старые поэтому он демонстрировал этот чудесный вангер точно это эффективный вангер работающий на метане на метане? на сметане он работающий а не на метане ох ох значит это да да ах хватит я услышал достаточно как бы то ни было что вы здесь делаете это не твое дело если вам действительно нужна моя помощь я могу тебе что нибудь сделать пошли ребята ага постойте стойте я сказал что? что ты хочешь там сказать? я день и ночь скалывал ради развития международного бизнеса ну удачи тебе ха 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 ну я не могу горой ох постойте возьмите меня с собой проваливай вооруженная сила ДХЧ ой не могу ребят это вообще какой то ор какой то угар но на этом все друзья так что не забудьте подписаться на канал поставить лайк и рассказываю друзьям до новых встреч в курсе не переключайтесь будет много всего крутого не менее интересного ваша ранка не прощаемся и пока пока ребята а